осознание это процесс пассивного восприятия если твое восприятие дается с трудом значит оно перемешано с беспокойством а значит с напряжением тебе может показаться что восприятие это вид деятельности однако это не так вся проблема кроется в старых привычках ты привык находиться в постоянной деятельности и потому превращаешь деятельность восприятие поначалу твое сознательное восприятие будет активным ты буквально впиваешься в действительность глазами и ушами когда я узнал что к покою придешь через наблюдение расслабление то так серьезно взялся за дело что мое внимание буквально превратилась в лазерный луч я впивался в наблюдение за дыханием я был предельно сфокусирован мое сознание оказалось таким узким что я мог наблюдать за чем-то одним я чувствовал себя в смирительной рубашке так продолжалось до тех пор пока я вдруг не понял что для того чтобы видеть совершенно не обязательно выпучивать глаза чтобы слышать не нужно сворачивать уши в трубочку я становился все более и более расслабленным и все менее сфокусированным на чем-то одном теперь мое наблюдение из лазерного луча превратилась в луч прожектора я обнаружил что мне удается одновременно слышать чувствовать и видеть это пришло с практикой сознательного наблюдения и сознательного расслабления когда усилий совсем исчезнет то лучше наблюдение за чем-то конкретным превратится в сферу восприятия всего одновременно поразительно но чем пассивнее восприятие тем она шире и чище в моей голове время от времени стала возникать кристальная ясность все более мощное восприятие само освещал эти уголки моей психики где еще таились спазмы после их расслабления восприятие становилось еще глубже этот циклический процесс стал самым настоящим блаженством я все глубже проникал в глубина своего существа и мое восприятие становилось все сильнее наблюдение это суженное восприятие когда будто наблюдение полностью раскроется он станет цветком восприятия чтобы цветку раскрыться ему нужно расслабиться чем больше он раскрыт тем более чувствительным он становится чувствительным к солнцу ветру свету луны для того чтобы расцвести бутону совершенно не требуется прилагать никаких усилий наоборот всякое усилие сжимает бутон откладывая цветение если мы посмотрим на людей то увидим что каждый находится на какой-то стадии раскрытия кто-то еще совсем закрыт кто-то более расслаблен раскован многие из нас до конца своих дней не успевают зацвести в полную силу а кто-то и вовсе остается на стадии бутона мы стесняемся быть чувствительными нежными то есть быть собой процесс эволюции сознания можно представить так станет кокона восприятие человека на начальном этапе работы над собой окружено широкой областью напряжения она образована хаосом мысли и эмоций на этой стадии человек находится в постоянном волнении если волнение не чувствуется то скорее всего по причине ослабление восприятия на этой стадии человек не может воспринимать окружающую действительность ясно и непредвзято например когда мы смотрим на цветок то одновременно о чем-то думаем беспокоимся таким образом цветок огорожен от нашего восприятия туманом эмоций и мыслей кокон страсти депрессии может так сильно сжать восприятие что человек теряет связь с действительностью стадии расширения когда человек устает от волнения и тревог и если у него достаточное желание он может взяться за развитие своего восприятия практикуя сознательное расслабление слово практикуя я взял в кавычки потому что она подразумевает деятельность поэтому я думаю было бы красиво сказать так человек решает позволить себе сознательное расслабление если это случилось то наступает этап сознательного расширения восприятия почему сознательное расслабление расширяет восприятие дело в том что при напряжении восприятие возникает энергетические сгустки мыслей и эмоций а при расслаблении эти сгустки рассеиваются туман окружающие восприятия начинает редеть и утонешаться теперь человек видит и чувствует все чище и яснее например раньше когда он разговаривал с другими людьми он слышал по большому счету не их а себя многие вещи вообще не достигали его восприятия туман был слишком плотен сейчас ясность растет информация искажается все слабее человек становится все менее предвзятым и предубежденным здесь есть один интересный момент который меня очень вдохновляет с определенного момента сознательное расслабление становится необратимым в один прекрасный день ты понимаешь что не можешь волноваться и раздражаться как прежде даже если этого захочешь в конечном итоге всякое волнение вообще станет невозможным это единственная жертва с твоей стороны представим себе что в воздухе парит мыльный пузырь те кто их пускал знает что со временем его пленка становится все тоньше в один прекрасный момент пузырь лопается и заключенное внутри него воздух теряет границы он сливается с окружающим его воздухом становится с ним одним целым удивительно то же самое происходит с человеком когда исчезает пленка напряжение вокруг его сознания он становится единым с океаном энергии в котором он живет чувство одиночество так долго его терзавшие исчезает наступает переживание невероятной свободы и легкости здесь есть один тонкий момент пленка окружающие сознание человека это не что-то чужеродное а чего нужно избавиться она не что иное как слой образованный подавлениями все чего ты хотел избавиться силой они сознательным расслаблением стала твоим подсознанием окружающими сердца этот мусор который мешает сердцу дышать нельзя выкинуть его можно только расплавить когда восприятие человека обнажается он видит людей такими какие они есть на самом деле ты не рассуждаешь о человеке ты не вешаешь на него ярлыки он просто перед тобой и все когда ты видишь цветок то сливаешься с ним между тобой им тишина остается чистое присутствие который все окутывает его все проникает дыхание процесс мышления напрямую связано друг с другом когда человек думает его дыхание становится неровным и поверхностным во время буйства эмоций дыхание теряет свою легкость и естественный ритм на это есть причина страх сужает энергетические каналы а эмоциональное подавление порождает в них блоки все это приводит к нарушению нормальной циркуляции энергии психики человека поверхностное дыхание позволяет практически не чувствовать внутренних напряжение боли благодаря этому у человека складывается впечатление что с ним все в порядке ему кажется что возбуждение эмоций и их подавление проходят совершенно без последствий однако это не так все что не разряжено смехом плачем или сознательным расслаблением будет накапливаться до тех пор пока человек буквально не взорвется если вы думаете что ваше дыхание обладает естественной глубиной и ритмом то это заблуждение дело в том что мы так привыкли дышать по чуть-чуть что это стало для нас нормой нам кажется что так и должно быть что значит дышать естественно глубоко и ритмично это не значит что надо превращаться в насос по перекачке атмосферы почувствуйте свое дыхание скорее всего вы убедитесь в том что спокойное ровное и естественно глубокое дыхание дается с трудом вы почувствуете что что-то вам мешает вот с этим что-то нам и предстоит работать посредством сознательного расслабление дыхание происходит рассеивание комков спазмов которые наполняют грудь и живот сейчас мне хотелось бы сказать о том что эмоции и чувства это не одно и то же это противоположные полюса человеческого опыта эмоции есть действия а чувства это ощущение рассмотрим в качестве примера страх что такое страх принято говорить я чувствую в себе страх но никто не говорит я создаю в себе страх почему дело в том что наша чувствительность настолько слабо что мы не ощущаем как создаем страх сначала создаем а потом чувствуем поэтому сам страх эта эмоция гнев печаль раздражение волнительная лихорадка которая зовется счастьем также являются эмоциями все это продукты деятельности нашего сознания конечно найдутся люди которые скажут что нас пугают они мы пугаемся нас радует они мы радуемся такие выводы может сделать человек который не чувствует что он сам создает страх или радость в ответной ситуации пока чувствительность не будет достаточно развита мы будем уверены что причина эмоций находится вовне они внутри нас это заблуждение можно развеять одним мысленным экспериментом представьте себе что на остановке стоят два парня вдруг из подъехавшего автобуса выходит девушка настроение одного из парней заметно улучшается он рад встреча со своей любимой возникает вопрос если источником радости была девушка тогда почему второй молодой человек был спокоен радость это реакция один из парней просто выбрал быть радостного данный момент этот выбор был настолько автоматичен что у него создается впечатление будто бы радость создается другим человеком а не им самим что же происходило с парнем на самом деле он находился в ожидании ожидание всегда создает напряжение вдруг приезжает его подруга и происходит разрядка напряжения наступает облегчение которое естественно повышает настроение что бы произошло если бы девушка не приехала тут есть два основных сценария которые отличаются качественно парень продолжает носить в себе напряжение которое имеет тенденцию усиливаться если разрядка не происходит то наступает депрессия есть народные средства разрядки напряжения можно перекалусь кучу дров можно принять алкоголь или наркотики однако алкоголь и наркотики не расслабляет а притупляют чувствительность и человеку кажется что ему полегчало второе парень не старается уйти от весьма болезненного контакта с напряжением и сознательно расслабляется он позволяет произойти разрядки естественно хотя это достаточно мучительный процесс он расслабляет живот голову и дыхание напряжение начинает спадать появляется легкость и улыбка ему становится ясно что он сам кузне своего самочувствия напоследок приведу примеры чувств чтобы вы никогда не путали их с эмоциями это чувство тепла холода сытости голода ощущение цвета запаха прикосновения комфорта и дискомфорта в общем это все то что мы ощущаем мысли напрямую связаны с эмоциями мы думаем о том что нас волнует часто случается так что человек своим мышлением подогревает страсти и напряжение нарастает например мы вспоминаем ссору при этом мы вновь начинаем волноваться затем мы начинаем фантазировать на тему ссоры и это как правило влечет за собой еще большее волнение если мы будем невнимательны и не заметим что с нами происходит то благодаря своей фантазии можем дойти до иступления вот почему очень важно упражняться в наблюдении иначе вся наша болезненная работа по рассеиванию напряжений будет напрасно мне нравится анекдот один мужик решил пообедать и обнаружил что у него нет соли думает схожу-ка я к соседу и попрошу у него подошел он к двери и подумал сосед конечно же скажет что у меня у самого нет соли тогда я ему отвечу да что там соли у тебя даже воды не допросишься он конечно ответит что для тебя вода только из унитаза может в гневе дарит на кнопку дверного звонка дверь открывается может бросается на соседа хватает того за воротник и кричит сам пей воду из унитаза мышление нельзя остановить силой пока не растворяться подогревающие его эмоции она будет продолжаться человеку необходим отдых не только от внешнего но и от внутреннего шума как прекрасно посидеть наслаждаясь тишиной в голове никаких проблем никаких забот это покажется невероятным но все наши проблемы придуманы они живут только в нашей голове человек думает где мне завтра искать работу и вот на пустом месте родилась проблема если человек невнимателен то из этого вопроса может вырасти целое дерево вопросов раздражение я конечно не говорю что искать работу не надо я просто за то чтобы перестать заниматься самоистязанием и в любой ситуации оставаться расслабленным спокойным и ясным и так когда эмоции утихают мышление начинает расслабляться разрядить эмоциональное напряжение можно сознательным расслаблением тела и дыхание по ходу практики может обнаружиться удивительная вещь расслабляя голову живот и дыхание мысли начинают буквально таять взгляд перестает бегать и становится расфокусированным окружающим может показаться что человек смотрит в никуда почти все относятся к тоске печали и скуки негативно что я имею ввиду люди пытаются уйти от всего этого с помощью разных отвлечений а зря скука будет стучаться вновь и вновь в течение всей жизни нам придется стать настоящими марафонцами чтобы убежать от нее но не получится почему печаль и тоска так не популярны потому что они приносят с собой дискомфорт человек всегда носит внутри себя дискомфорт у одних он зарегает на большей глубине у других на меньшей и есть одна незыблемая связь чем больше человек ударяется в развлечения тем сильнее скука поджидающие его в домашней тишине и наоборот чем сильнее дискомфорт внутри человека тем больше его потребность развлечения внутренние проблемы не решаются каруселями если ты хочешь избавиться от скуки тебе придется перестать от нее бегать ее придется полюбить то есть принять когда она заявит о себе начни ее смаковать это как черствый хлеб ты кладешь его в рот и ничего вкусного не ощущаешь но если ты позже ешь его пару минут то с удивлением заметишь что никогда вкуснее хлеба ты не ел жевать надо тщательно и с удовольствием чувствовать как выделяется слюна пропитывая сухой кусок делая его свежим и приятным также и со скукой не беги от нее к друзьям или в кинотеатр начни ее смаковать попробуй получая от нее удовольствие ты заметишь как тебя поглощает спокойствие пусть скука выходит из тебя дай ей выйти она хочет покинуть тебя но ты своим напряжением блокируешь ее в себе когда она выйдет из тебя то ее место займет удовлетворение совершенно беспричинное ты сидишь ничего не делая и тебе хорошо ты чувствуешь как тебя начинает наполнять энергией радости стоячая вода ушла на ее место приходит свежий когда встречаются два знакомых человека они обязательно говорят что-то друг другу почти всегда разговор является пустой формальностью они говорят что идет дождь хотя это и так видно дождь льет зачем говорить об этом но мы говорим даже очевидно лишь бы разрушить тишину нам приходится разговаривать из вежливости иначе возникнет обида взаимоотношения как их строит люди всегда приносит беспокойство которые нужно разряжать например вчера ты развлек кого-нибудь забавной историей и сегодня от тебя уже ждут продолжение если дело зашло далеко и ты создал устойчивый образ того с кем интересно то тебе придется постоянно играть эту роль иначе привлекательный образ будет разрушен естественность легка а легкость естественно ты идешь и тебе хорошо на встречу тебе идет твой сосед вам нечего друг другу сказать и ты просто улыбаешься по-настоящему если твой знакомый восприимчив то он непременно оценит твою улыбку которая расцвела в тишине ведь ему не придется поддерживать разговор ни о чем ему не придется задавать бесполезные вопросы и отвечать на твои такие же ненужные сознательное расслабление позволяет пребывать в реальности мы обычно смешиваем реальность со своими волнениями и тревогами во вселенной нет тревог ими мучается а на самом деле наслаждается только человек во вселенной нет забот их изобретает человек от нечего делать жизнь беззаботна реальность проста представим себе что вы сидите у камина и подкладываете дрова вы исполнены переживаниями вас кто-то обидел или вы кого-то обидели вчера что-то случилось на работе и вы погружены в воспоминания завтра что-то произойдет и вы прокручиваете то что еще не случилось ваши руки ворошат угли а воображение тем временем рисует картину завтрашнего визита к стоматологу и вот вы уже в его кресле страдание потом вы видите как дарите букет цветов своей девушке на площади возле памятника дрова потрескивает вы боитесь что она не придет на смену фантазиям о свидании приходит воспоминание о том что вы должны своему знакомому деньги уже третий день он вам напоминает об этом вдруг приходит идея занять денег у своей девушки и вернуть долг знакомому а вдруг она не придет на свидание денег осталось только на цветы но она любит посидеть в кафе у парка попить кофе с булочкой стоп пора выныривать мы поглощены воспоминания и фантазии мы постоянно окружены облаком плотного тумана и людей сознательное расслабление вдруг мы вспоминаем о нем погружаемся в него дыхание успокаивается и становится глубже расслабление размягчает тело вдруг мы чувствуем кресло оно такое удобное оно облегает нас ладони до того сжатые в кулаке расправляются сами собой зрачки останавливаются мы видим как горят дрова почувствовав тепло от горящих темноте поленьев глаза начинают немного слезиться еще один вдох и мы ощущаем запах раскаленной глины в нем немного дыма дров совсем чуть-чуть но чувствуется пора подложить поленьев которые лежат в углу кора приятно шершава кладем их в печку потрескивание в пламени заплясало несколько искорок слышно гудение за окном идет снег расслабление становится еще глубже покой обволакивает нас но спать совсем не хочется напротив мы чувствуем какую-то удивительную ясность который приносит сознательное чувствование покой становится все глубже зрачки расширяются воспоминания где-то далеко далеко от них осталось какое-то смутное ощущение которое медленно тает вы сидите лицом к огню но смотрите куда-то вдаль пламя превращается в фон вы слышите и чувствуете свое дыхание может быть впервые в жизни она стала медленным и глубоким ноги окутаны теплом от огня вам хорошо улыбка